Добрый день, дорогие участники Ай-класса! Я вот с вами встречаюсь первый раз, вот напрямую. Мне кажется, эта встреча кажется немножечко странной. Не только потому, что надо смотреть в камеру и говорить что-то в отсутствии людей. Я для этого попросил Сашу Шмелева, вашего, как мне кажется, уже близкого друга, чтобы он сидел рядом со мной, чтобы хоть какое-то ощущение беседы у нас создавалось. Мы сидим в хороший летний день в маленьком парке, который называется «Усадьба Трубецких», в очень таком колоритном и тихом, спокойном месте Москвы. Конечно, хочется поговорить о чем-то другом, но придется говорить о том, о чем запланировано. Итак, еще раз добрый день. Как в что, где, когда, знаете, «Здравствуйте, уважаемые знатоки». А на самом деле, это в этой, конечно, шутка, но судя по тем текстам, которые любезно Саша мне распечатал, и я вот в течение последней недели вас внимательно читал, я могу сказать с большой уверенностью еще раз «Добрый вечер, уважаемые знатоки». Хочу вам напомнить, на чем была построена наша интрига, образовательная или, как хотите, дискуссионная интрига. Выступал один из наших экспертов, господин Иноземцев, с таким провоцирующим мышление докладом о культурных противоречиях современной демократии. Он это делал в аудитории, делал весьма изысканно. Надо сказать, что у него уже вышло несколько статей на эту тему, в том числе одна в Великобритании, что само по себе интересно. История с ней такова. Он, выступая где-то на эту тему, к нему подошел редактор известного английского журнала, сказал, вы не могли бы написать на эту тему статью для нас? А тот говорит, ну, конечно, с удовольствием. А почему вы просите меня? Он говорит, ну, понимаете, вы иностранец. Вам никто не скажет, что вы не политкорректно рассуждаете, а нам, англичанам, на эту тему рассуждать достаточно сложно. И тогда мне показалось, что, может быть, вот в такой рельефной и в такой откровенной постановке эта тема была бы интересна не только для участников обычного семинара, но и для вас, для i-класса, чтобы мы могли ее внимательно посмотреть, вслушаться и обсудить внутри, сорганизовавшись по малым группам. Как я понял, у вас это все получилось великолепно. И теперь моя задача подвести некоторый итог и точнее сказать, сформулировать, что мне кажется важным для нашего дальнейшего продвижения. Значит, мое выступление перед вами, или, вернее так, моя беседа с Сашей перед вами на камеру будет состоять из трех частей. Я вкратце хочу высказаться по поводу каждого из четырех кейсов, где было по два, по три группы, которые формулировали свои выступления. Затем я хотел бы вас всех вместе объединить для того, чтобы подвести некоторый итог, такой, может быть, немножечко даже методологический, о том, каким образом, какие у вас достижения и какие, не то что недостатки, а какие, так сказать, слабые стороны презентационных мы в будущем будем преодолевать. И, конечно, в первую очередь это очень большая пестрота и разнообразие ваших текстов. Мы, конечно, на будущее должны с вами ориентироваться на некоторые более-менее унифицированные варианты, при котором вы работаете, понимая, что все остальные группы делают приблизительно то же самое. Это очень важно, потому что, как в свое время Гегель очень четко сформулировал, образование является самым универсальным способом преодоления каких-либо различий между людьми. Это не шутка, это очень красивая формула на самом деле, и поэтому мы будем стремиться к некоторой унифицированности. И третье, я предложу вам, уже в большей, действительно, в беседе с Сашей, вот ту версию, которая пойдет сейчас на заключительном вашем этапе, когда мы потом предоставим эту возможность ваших окончательных текстов на суд или, так сказать, на заключительную реакцию со стороны самого эксперта. Значит, прежде всего, моя позиция по вопросу, да, прежде чем я буду про вас говорить. Значит, Иноземцев замечательный, образованный, очень начитанный, очень профессиональный эксперт, один из лучших в нашей стране. Но из этого вовсе не следует, что с каждой его позицией или с каждым его тезисом мы должны с вами соглашаться. Но идея нашего с вами обсуждения вовсе не заключается в том, чтобы с кем-то соглашаться, а с кем-то не соглашаться. Наша идея заключается в том, чтобы взвешивать, анализировать, рассматривать и пытаться, так сказать, взвешивать не авторские позиции, а идеи. Идейные позиции. На самом деле, что стоит за сегодняшним актуальным содержанием демократии, на какие реальные противоречия и с какими серьезными вызовами сегодня она сталкивается. Частично Иноземцев их говорил, но, повторюсь, наша задача не является в том, чтобы соглашаться или же опровергать его. Опровергаем идеи, а не затрагиваем самого автора. Это первое. Второе. Значит, его выступление во многом достаточно противоречивое. И надо сказать, что то, что он готовил для публикации, может быть, было в письменном жанре написано немножечко даже чище и получше. Здесь он нарочито в аудитории, так сказать, обострял некоторые моменты и, возможно, заигрывался. Я знаю, что вот, например, у меня есть тоже такой грех, когда ты в аудитории выступаешь, всегда хочется сделать формулировку ту или иную более острой. А тут ты натыкаешься на то, что вынужден уходить от некоторой гладкости текста или сглаживания углов. И тогда ты начинаешь, хочешь не хочешь, формулировать то, что потом впоследствии вынужден сказать, ну, вообще-то я откажусь от этого. Я думаю, что не так это жестко, ну и так далее и тому подобное. Поэтому не будем оценивать его с точки зрения того, как он сам выполнил свою задачу. Между прочим, до сегодняшнего дня он еще не знает, что полстраны и не только полстраны, но и многие страны ближнего зарубежья его так активно обсуждают. И для него это будет большой приятной неожиданностью. А не сказал я ему об этом, я вам признаюсь честно, исключительно лишь потому, что я очень опасался, какого качества будут наши реакции, наши тексты, наши презентации на его выступления, чтобы мы не анонсировали раньше времени то, что у нас потом, может, не получился. Итак, получилось. И в этом смысле я вас, конечно, поздравляю. Вы, все группы, сделали очень разные вещи. Разные по насыщению, разные по форме, разные по продолжительности. У кого-то краткость была сестрой таланта, у кого-то, наоборот, так сказать, излишняя красноречивость была сестрой, опять-таки, таланта. И не мешало выражению каких-то мыслей. Но вы в целом, как мне кажется, пытались ухватить быка за рога, то есть рассматривать самую сердцевину всех этих проблем. Я прошу прощения, если вдруг я где-то, так сказать, замыкаюсь или же буду сбиваться с мысли. Поверьте, я не писал никакого выступления. Оно сейчас идет на камеру таким экспромтом. Поэтому, так сказать, простите мне, некоторые риторические или же лингвистические оплошности. Итак, возвращаясь к теме. Демократия. Первый кейс был посвящен тому, насколько демократия и право сосуществуют и, возможно, противоречат друг другу. В какой степени, что является более значимым и более первичным. Где мы можем обязательно апеллировать к демократии как единственной возможности существования людей, как политического сообщества, а где нам это уже не очень важно, поскольку мы живем в такой устоявшейся и культурном, и в политической смысле среде, что нам достаточно говорить о правовых и юридических нормах, которые регулируют нашу жизнь, возможно, не хуже, чем демократические процедуры. Здесь, в этом обсуждении, я полагаю, что к равной степени, как у самого эксперта, то есть у господина Иноземцева, так и у большинства участников нашей дискуссии обнаружилось одно очень сильное основание. Вы очень четко ухватываете это взаимодействие, показывая, как сказать, взаимозависимость этих вещей. Причем, очень приятно мне было, что крайне редко кто-то из вас пытался демократию или же право выставить в качестве курицы, а кого-то в качестве яйца. То есть здесь все время была такая удачная взаимозависимость, и, может быть, даже ни одной четкой формулировки, ни в одной презентации не было, но мысль, которая фундаментальная, которая, мне кажется, извлечь из вашего выступления можно, заключается в следующем. На самом деле, верховенство права там, где не демократия, не существует. Есть системы законов, есть законы, по которым живут те или иные страны, например, авторитарные или тоталитарные, но они не являются правовыми системами. Право и демократия, как своего рода сиямские близнецы, они одно поддерживают другого, одно без другого существовать не может. Но вот здесь у нас с вами обнаруживается одно величайшее заблуждение. Это заблуждение, общемировое. Я не сказал бы, что оно характеризует только, так сказать, нашу страну. Оно, по-моему, существует везде, и только в некоторых книгах, где оно хорошо более-менее прописано, особенно у философов права, где оно хорошо прописано, мы начинаем понимать некоторую разницу. Так вот, разница заключается в следующем. Но все-таки чем же отличается право от закона, чтобы мы могли четко понимать, что конструкция, столь привычная для русского уха, поскольку ей пользуются, в том числе и наши самые большие начальники верховенства закона, на самом деле являются непониманием смысла. Я не побоюсь по отношению к нашим, так сказать, официальным лидерам это употребить. Они полагают, что закон должен всеми управлять. А на самом деле всеми управляет не закон, а идея права. Идея права, сформулированная достаточно поздно для истории европейской цивилизации. И в этом смысле, несмотря на то, что у нас в обиходе существует конструкция римское право, на самом деле в Риме никакого права-то и не было. Вот в том смысле, в каком оно существует сейчас в 19-м, в 20-м веке. То есть, как законодательные системы, создающиеся в соответствии с определенной ценностной мировоззренческой системой, где человек является, ну грубо говоря, центром правовой вселенной. Это принципиально коротюсенький период в истории всемирной цивилизации, может быть, ему 200-300 лет. Точно он был сформулирован и разведен только лишь в эпоху просвещения, окончательно, в 18-м веке. И с того времени мы начинаем понимать, что европейская, латиноамериканская, американская, вне зависимости того, это разные системы законодательные, они развиваются в соответствии. Что государство является, или так сказать, власть, это то, что обслуживает общество, а общество не является собственностью власти или же не прислуживается ему. О том, что в основе этого лежит четкое представление о разделении властей и никогда они сочетаться не могут. Никогда, никакой закон не может быть написан для удобства чиновника. А закон, написанный для удобства чиновника, тоже является законом. Вот, чтобы было четко понятна моя система, вы об этом можете сами почитать. Я не хочу быть здесь таким морализатором. Я хочу привести парочку примеров, чтобы... Я думаю, что это как раз здесь они разберутся сами, потому что это люди, которые в интернете это все найдут. Я просто... Не знаете просто, Александр Ильич, можно найти много ерунды. Это я согласен. Хорошо, я скажу. Лучше всего прочитать Бермана. Вот эта книжка, которая была опубликована... Одна из них опубликована в нашей библиотеке, в библиотеке Московской школы политических исследований. Итак, автор Гарольд Берман. Книжка называется «Вера и право». Это одна. А вторая называется, по-моему, «Западные истоки современного права». Или «Европейские истоки современного права». В общем, любая книжка Гарольда Бермана, посвященная разведению этих вещей, очень важна. Смотрите, какая... Я на примерах покажу, в чем разница. Сегодня так жалко рассматривать такие эти абстрактные вопросы, которые мы вынесли на это обсуждение. Когда вчера было обнародовано правительство, сегодня мы стали, теперь, так сказать, свидетелями того, кто является членами администрации и президенты, и правительства. А еще, ко всему прочему, сегодня во втором чтении, как я понял, все-таки в конечном итоге был принят закон. В первом. Ну, в общем, в первом, еще пока не окончательно, принят закон, который, в общем, на самом деле будет построен с красивыми формулировками, с прочими вещами. Но на самом деле этот закон будет для удобства чиновника. Потому что мы, люди, которые, я не говорю про себя лично, мы, люди, граждане любого, любой страны, мы имеем конституционное право на митинги и демонстрации. Ну, не только, тут же речь вообще о собрании. Да, и открытости, и открытости, и свободы собрания. Сейчас у нас проходит сборище. По большому счету, да. Если бы мы селись с тобой вдвоем, нам бы никто ничего не сказал, но поскольку у нас еще оператор Володя, то поэтому мы уже создаем определенные угрозы. Так вот, чиновник и любой чиновник всегда создает большие проблемы, потому что для него иметь дело со свободой слова сложно, иметь дело с внезапностью и стихийностью организаций людей на улицах, уличных мероприятий, конечно, везде сложно. И тогда они начинают вводить некоторую систему ограничений. Или же, как они говорят в таких случаях, надо придать законодательную форму тому, как люди могут где собираться. Теперь, если вы посмотрите, и вы будете сравнивать законы, которые на эту тему написаны и приняты во многих европейских государствах, вы обнаружите между ними очень интересную разницу. Они будут в большей или в меньшей степени правовыми, а некоторые будут неправовыми вообще. Там, где закон будет написан для абсолютного удобства чиновника, а это значит, собираться хотите 200 километров на расстоянии от Москвы, в лесу, на специально отведенной для этого пушке, сколько угодно. Все остальные, во всех остальных местах ваше сборище запрещены. Значит, это я как крайность, а другая крайность, где хотите, там и собирайте, что хотите, то и делайте, так далее. То, что мы делаем в интернете. И это производит самое страшное впечатление на власть. А потом мы начинаем смотреть и видим, что некоторые ограничения, например, во многих европейских странах принята такая правовая, очень интересная, она правовая норма. Можно собираться, и полиция или органы правоохранения имеют право употребить силу только в том случае, если употребление этой силы не приведет к еще большей анархии, еще большей деструкции, которая и так существует. И поэтому осудить их очень сложно. Значит, это вот пример законов, которые будут в разной степени правовыми, если мы ставим, но мы должны для себя иметь две идеальные точки зрения. С одной стороны, закон, написанный для удобства гражданина. Я хочу сказать, это всегда иллюзия, абсолютно таких вот законов никогда не будет, но стремиться к этому состоянию мы обязаны, и это будут правовые законы. Законы, написанные для удобства чиновника и неудобства гражданина, это тоже законы, потому что по формальным признакам они кем-то внесены в Думу, Дума их проголосовала, Совет Федерации их одобрил, а президент их подписал. Они по всем процедурным вещам приобретают форму закона, но это не правовой закон. Каждый закон, который сделан для удобства чиновника, он действительно регулирующая норма, но не является правовым законом, потому что он вопреки идее права, заложенный в 18 веке, где человек стоит выше государства. Чиновник обслуживает гражданина, поэтому законодательная планка не может быть удобной для чиновника. Другой пример вам приведу, мы сейчас от этого отказываемся. У нас была большая, сложная, многоконфессиональная, многокультурная, федеративная страна. Конечно же, в ней принцип суверенитета народа превыше всего. Разумеется, в ней правовой нормой должно быть избрание власти. Не может быть назначения губернатора или назначения, скажем, мэра в такой стране, как Российская Федерация. В такой сложной стране и, главным образом, федеративной стране. Это нарушение принципов права. Но это закон. И мы должны опять-таки понимать, что это законодательная регуляция, но не правовая. И вот здесь я хочу сказать вам, что очень важно. Вы почувствовали эту разницу, и вы обратите внимание, как часто все у нас говорят, в том числе многие наши лидеры, говорят верхоменство закона, как бы вытравливая из нашего сознания право. Почему? Потому что, ну как, мы закон приняли, будьте любезны, им всем подчиняться этим законам. А ведь на самом деле у гражданина в рамках современной, демократической философии права есть естественное, натуральное право сопротивления неправовым законам. Законы, которые нарушают их права, нарушают их свободы, и которые написаны, как сказать, задачи регулировать их жизнь, но с позиции государственной власти, а не с позиции гражданина. У нас есть право сопротивляться. Значит, как сопротивляться? Идти на улицы, ну, при необходимости, возможно, собираться на митингах, писать, обсуждать, говорить. И как блестяще по этому поводу написал Кант, давайте заплатим налоги, но все время будем их обсуждать. Потому что другого способа поменять их нет. Кант не призывал нас на революции и на баррикады. И я тоже хочу сказать, что философия права современной не призывает нас к революциям. Она заставляет нас говорить, ты должен все время законы, которые с твоей точки зрения не являются правовыми, их постоянно обсуждать. И здесь, господа, и здесь демократия и право не просто сиамские близнецы. Они сливаются в экстазе. Потому что одно без другого существовать не может. И я хочу сказать здесь вот какую штуку. Конечно, тезис о том, первый кейс, конечно, против иноземцева, скажем так. В кавычках метафорически употребляя слово иноземцева. Потому что мы на самом деле должны с вами понимать. Содержание нашей гражданской и содержание нашей правовой жизни, содержание, гарантировано демократическим методом. А вот тут я сразу перехожу ко второму кейсу, очень важному кейсу, для того, чтобы сказать. И здесь я чувствую, что среди нас всех есть новое непонимание. Что же такое демократия? Вот я хочу крамольно, может быть, в такой же вот жесткой форме, как и господин Азенцев, сказать. Мне кажется, что большинство людей, которые участвовали в нашей дискуссии в Ай-классе, взяв, заимствовав где-то, услышав где-то, или, так сказать, не пропустив через себя, взяли, по-моему, немножечко устаревшую и глубоко неправильную формулу о том, что демократия – это форма правления. Демократия – это не форма правления. Значит, многие вас ссылались на то, что демократия – это народовластие, которое возникло в Древней Греции, там ля-ля-траля-ля от слова «демос», от слова «кратия», где это все было вместе соединено и так далее. Ну, начнем с того, что в Греции это не древнегреческое, а древнеафинское. Это точнее, потому что за пределами Афин никакой демократии, по большому счету, в Греции не существовало. Во-вторых, эта вся история афинской демократии – это буквально одно-два поколения, которое привело к жесточайшему кризису, и из этого демократического состояния они не вышли. В этом смысле, конечно, в нашем понимании никакой демократии реально в Древних Афинах не существовало. Более того, я даже вам хочу сказать такую неожиданную для вас вещь. Они и слова «демократия»-то не употребляли. Они чаще употребляли другие понятия. Ну, например, изономия. Для них это было гораздо важнее. Для них важнее было сказать, что мы все равны перед законом. И это тоже было в других полисах греческих этого не существовало, потому что аристократия всегда имела больше. Равенство перед законом было для них важнее, чем, так сказать, участие в тех или иных обязательных демократических процедурах. А о том, что это было только часть общества, это мы уже, так сказать, с вами хорошо знаем. И тогда, когда древнеафинская демократия прекратила свое существование, это приблизительно в середине 4 века, тогда слово «демократия» более или менее закрепилось в текстах. Оно появилось у Аристотеля, а Платон вообще в нем не нуждался. Его старший приятель Платон, я уж не говорю о том, что Сократ, если доверять Платону, поскольку мы знаем, о чем говорил Сократ только из его диалогов, вообще ни разу это слово не употребил. Поэтому надо быть с этой апелляцией, к якобы устоявшимся фактам, очень осторожным. Значит, демократия, начиная с нового времени, является, если хотите, вторичным открытием. Открытием какого-то совершенно особого ее свойства, а точнее сказать, ее научного свойства. Аристотель, смешанное правление. Рим прожил тысячу лет задолго до имперского периода, весь, так сказать, период, доимперский период римский, который вся Европа брала в качестве, так сказать, примера для себя, того, каким должно быть организовано демократическое общество. И как вы думаете, хоть раз в каких-то латинских текстах появляется это слово? Нет, конечно. Они пользовались словом республика, и этого им было достаточно. Потому что республика есть форма правления противопоставленной монархии, а не демократия. Так что же такое тогда демократия? Демократия, господа, это политический метод. Это единственный, отработанный на протяжении 300-400 лет, имеющий длительную предысторию в разных вещах, в малых европейских городах Средневековья, где выбирали магистратов. Какие-то там тексты древние авторов, которых они по-своему интерпретировали, по-своему преподносили. Возникновение науки в ее таком ньютоновском, не знаю, декартовском смысле, как это произошло в 17 веке, помогло четче сформулировать, что мы хотим от демократии и что мы и под ней понимаем. Как построена современная аналитическая процедура? Мы с вами формулируем гипотезу, ставим эксперимент. Эксперимент либо подтверждает нашу гипотезу, либо не подтверждает. Ничего более универсального в том, что мы называем научным методом, не существует. Так, по крайней мере, рассуждает известный, так сказать, публицист или, я не знаю, там, мыслитель Горелик. Он его очень четко формулирует. Значит, это вот, это смысл научного метода. Что такое для нас демократия? Мы формулируем гипотезу, потом кто-то еще рядом со мной формулирует другую гипотезу, потом кто-то формулирует третью, и три или четыре гипотезы мы предлагаем на суд людей. Они выбирают какую-то одну, и мы начинаем, соответственно, с ней развиваться, ставить сами на себе эксперимент. И если этот эксперимент не удался, мы возвращаемся к другим гипотезам, или же формулируем старый, или же переформулируем, и опять ставим эксперимент. И так до бесконечности. Другого способа не существует. Демократия, или же, как сказать, абсолютная демократия, где все равны, где все свободны, где все, ну как сказать, вот такая ближкая уже, так сказать, коммунистическая утопия, если можно сказать. Конечно, это иллюзия. Вот полная состязательность, никакого административного ресурса. Конечно, ни одной страны мира нету, которая могла бы считаться идеальной демократией. Но просто надо понимать, что есть страны, которые лучше и эффективнее используют инструмент демократический, полагая под ним обязательность, сменяемость власти, то есть принцип ротации, недоверие ни к одному политическому институту, и поэтому настаивая на том, что они должны быть эффективными и открытыми. Мы сами оценим, какова ваша эффективность, но ваша обязанность быть обязательно перед нами открытыми, а потом еще мы будем требовать вашу подконтрольность. Это принцип состязательности, без которого невозможно выбирать, так сказать, партии-спойлеры, которые существуют в молодых демократических странах. В пожилых странах демократических, конечно, давно уже не существует, просто лишь потому, что уже люди этот период прошли, они уже этому в большом количестве научились. Так вот, если мы с вами анализируем демократию, или понимаем демократию, не как, как сказать, не как некоторую цель, к которой мы должны двигаться, не как некоторую абсолютную ценность, которой мы должны следовать в этой жизни, а как самый эффективный инструмент, ведь именно этот смысл вкладывал Черчилль в свою фразу о том, что это наихудше, но на фоне всех остальных он наилучше, естественно, потому что никакая другая смена власти, никакой другой политический инструмент изменения политики не показал своей большей эффективности, чем демократически. Но к нему надо относиться, подчеркиваю еще раз, очень трезво и очень рационально. Это не предмет, так сказать, романтического или сентиментального отношения. В демократию нельзя влюбиться. Демократия – это не, если использовать знаменитую метафору Карла Маркса, это не мадам Квикли, который можно пощупать, это он так говорил про стоимость. Демократия – это тот инструмент, которым мы бережем, поскольку мы не знаем и не ценим никакого другого для его развития. В этом смысле, дорогие друзья, любое рассуждение о том, одним странам, одним культурам демократия подходит, а другим не подходит – это абсолютное лукавство. Это ровно то же самое, что сказать, что в одних странах законы Ньютона работают, а в других странах они не работают. Ибо демократия в политической практике является такой же научным методом, как и представление о физическом, химическом и прочем мире. Это такое же лукавство, говорить о том, что кто-то дорос до нее, кто-то до нее не дорос и прочее. Вот тут во второй части, когда вы стали говорить про мультикультурность, и это было несколько очень интересных кейсов – мультикультурализм и проблемы демократии. Вы очень любопытно, даже, может быть, более глубоко, чем у наземцев, он там в своей лекции все-таки про них прошелся не очень глубоко, а вы хорошо его рассмотрели, и я бы обратил ваше внимание вот на какую вещь. А давайте попытаемся отказаться от слов, которые нам мешают жить. Это слово «большинство» и «меньшество». Вот скажите, в семье, которая состоит из трех человек, большинство – это должно быть обязательно два человека, а один всегда находится в меньшинстве, если кто-то хочет идти, допустим, на улицу, а кто-то хочет сидеть, смотреть телевизор. Или как выбираются эти вещи? Значит, давным-давно уже ни в одной стране не существует так называемого демократического большинства, и якобы законы, которые защищают меньшинство. Никакие меньшинства законы не защищают. Правовые законы защищают права человека и права гражданина. И здесь в этом смысле то, что он может быть сам по себе один, единичный, атомарный, или же объединенный в некоторую группу, которую мы абстрактно представляем в качестве группы, это, так сказать, это просто наша большая или же меньшая политическая корректность. А на самом деле, откуда вообще возникла эта идея большинства? Значит, давайте посмотрим любые выборы, которые мы с вами проводились. Во-первых, еле-еле там чуть больше половины приходят на выборы. В лучшем случае из этой половины, там половина за кого-то проголосует, да еще с разницей несколько голосов. Давным-давно нигде нету никакого большинства. Откуда такая страшилка, что большинство навязывает свою волю меньшинству? Другое дело, что есть человек, у которого, а тут я хочу подхватить другую тему, у которого, который думает, что его право участвовать в электоральном процессе, а право не участвовать, значит, он должен отчетливо понимать, что он никак на свою собственную, приватную и жизнь своего ближайшего семейного окружения не влияет. И в этом смысле, так сказать, как говорил Райкин, Пинайн сам на себя. Значит, меньшинств и меньшинства и большинства не существует, ибо, повторюсь еще раз, мы не должны считать, что это форма. Демократия не является форма творчества. Она является методом, который проясняется ценностную природу политики и ее содержанием. Повторяю, ценностную природу политики и ее содержание. Она обслуживает наше представление о ценностях. А ценности формулируются культурой, ценности формируются, если хотите, философией, мыслителями. Значит, в этом смысле ни в одной стране мира народа, население и политическое общество не являются синонимами. Народ, то есть количество людей всегда гораздо больше, чем те, которые формируют из себя политическое сообщество. В этом смысле все это хорошо понимали. Автор великого Левиафана, он прекрасно понимал, что политическое общество всегда маленькое. И обратите внимание, как исторически во всех странах мира развивалась демократия. Она всегда шла по увеличению электорального права. То есть сегодня в какой-то момент оно охватывало, скажем, 5% населения, потом 10%, потом оно продавало. И оно растет, и по-прежнему растет. Казалось бы, сейчас в любой стране мира существует всеобщее избирательное право. Ну, в разных странах. Нет, почти во всех разных странах всеобщее избирательное право. Однако и они теперь начинают понимать, что и этого тоже недостаточно, потому что не резиденты, проживающие в стране. И вот начинают вдруг... Но во Франции вдруг начинают думать о том, подождите, а почему вот эти вот люди, которые вот живут здесь полтора года, они не имеют формального права голосовать? Или я, приезжающий в Америку, не имею формального права голосовать? Это значит, что представление о том, кто участвует в голосовании, как развиваются эти электоральные группы, это исторически постоянно меняющаяся материя. Я полагаю, что она все время расширяющаяся. И в ближайшее время мы с вами поймем, что она выходит за пределы национального государства. Она не будет замыкаться только одним национальным государством, потому что невозможно в нашем глобальном мире строить идеальную демократию только в каком-то одном месте. А вот тут я хотел бы Алла Верды сделать к той группе, которая говорила, а нужно ли навязывать демократию или же не нужно. Там, к моему великому сожалению, авторы презентации почти что все согласились с господином Иноземцевым. И я скажу, почему я сказал «к сожалению». Потому что мне показалось, что не употребляя этого глагола, на самом деле все слышат «навязывать». Глагол «распространять» и глагол «навязывать» имеет совершенно разные смыслы. Значит, речь идет вот о какой вещи. В общем, мы живем в глобальном обществе в условиях, когда права граждан в других странах являются не только предметом юрисдикции или же предметом дискурса внутренним этих самих стран, но и выходящими далеко за ее пределами. Если ты хочешь быть членом глобального сообщества, ты должен действовать в соответствии с представлениями, о современном представлении о праве, о ценностях человека, о ценностях... нет, у власти ценностей нету. О правилах, по которым играет власть и, соответственно, по тому, какие формы правления, какие процедуры к этому высказываются. Форма правления монархическая, а метод демократический. Сколько мы таких примеров знаем? Массу, естественно. И сколько бы вы мне не говорили, что все это конституционно ограниченные и прочие монархии, все это сказки. Нет, ну она монархия. Ну почему они не отказываются? Они умудряются сохранять эту традицию, но метод политической практики, тем не менее, делают демократическим. Так вот, если мы с вами понимаем, что страна, мировое сообщество, простите, имеет право высказываться относительно распространения ядерного оружия, распространения химического оружия или какие-либо другие вещи, касающиеся, скажем, глобальных проблем, глобальных вызовов, в том числе потепления. Мы живем на одной планете. Ровно то же самое у нас и возникает с этими вещами, когда мы рассуждаем о демократии. Мы говорим не о том, что мы хотим навязать всем странам наш образ жизни. Ничего подобного. Мы говорим о том, что метод, демократический метод, является для мира таким же универсальным, как право, по которому они взаимодействуют друг с другом. Международное право же общее, по которому они взаимодействуют друг с другом. Как нормы экологические, по которым они взаимодействуют. Как нормы военные, по которым они взаимодействуют. И какую идею мира мы хотим. А надо понимать, надо помнить, что пока еще не было наименее конфликтного способа решения политических конфликтов, кроме как самой демократии. И я бы просил бы авторов этой группы вернуться заново к этой теме и попытаться к ней отнестись по-другому. Поставьте перед собой по-другому вопрос. Мир единый, мир разнообразный, но он единый и неделимый. Может быть, вы мне скажете, что каждая страна имеет право жить так, как она хочет. Я нарочито, за скобками оставляю, как предлагается демократия в разных странах. Везде по-разному. Конечно, где-то она навязывается, где-то более жестко, где-то менее жестко, где-то с оружием. Там вы совершенно правильно писали и про двойные стандарты, и о том, что 80% Лукашенко высмеивают, а 93% Саакашвили восхваляют. Конечно, здесь есть очень много о чем говорить. Но фундаментально, если мы с вами признаем единые нормы человечности, единые нормы сосуществования людей на планете, мы должны понимать, что правовые и демократические нормы идут рука об руку. И поэтому другого способа быть, конечно, не может. И, наконец, последняя моя реакция. Это по поводу избирательного права. Электорального права. Смотрите. Сразу беру быка за рога. Голосование. Это избирательное право или избирательный долг? У нас называется долг. Как быть с теми странами, которых сейчас очень много на планете? Вот, скажем, типичный пример Аргентины. Человек, не приходящий на избирательный участок, оказывается за решеткой. Не то, что с него могут взять колоссальные штрафы, как во многих других, как, например, в Новой Зеландии, уж совсем демократической стране. А вы скажете, ну, Аргентина такая варварская страна. Ну, во-первых, не варварская, но тем не менее. Значит, вот это вот разнообразие отношений к избирательному праву. Что мы должны здесь считать? Вот здесь первая проблема. Кто является субъектом, который говорит, я настаиваю на том, чтобы все принимали участие в выборах? Не знаю. Второе. Полагаю, что гражданское общество само по себе. Второе. Кто является... Потому что хочу вам сказать такую вещь. Наказывать людей за то, что они не приходят на выборы, это отнюдь неудобство для чиновников. Ни одному чиновнику нормальному в голову не придет такой ерундой заниматься. Потому что это глупость в его понимании. Да пускай не приходит, какое дело. А формально я вот, все у меня, все фасадно, все сделано. Значит, это какая-то более глубокая, так сказать, глубокая картина. Жить принуждение, жить обществом с точки зрения христианской морали, с точки зрения... Я про мусульманскую не могу сказать, я боюсь сказать это. С точки зрения... Про христианскую могу сказать точно. С точки зрения христианских ценностей, христианских морали, жить обществом, с точки зрения современной культуры, современной правовой цивилизации, это, конечно, ну, как бы особая вещь. Это особое состояние, которое на самом деле дается не так просто человеку. Можно жить, не интересуясь тем, что происходит вокруг тебя. Не участвуя в политической деятельности, не участвуя в гражданской жизни. Вообще быть абсолютным анахаретом. Таких людей немного. Большинство все-таки это люди, которые в той или иной степени... В той или иной степени... Это клещ, пожалуйста, выкини в руку. Которые в той или иной степени все-таки заинтересованы в том, как общество развивается. Понимая свою коллективную ответственность за его развитие, гражданский корпус, понимая свою коллективную ответственность за его развитие. И, прежде всего, понимая коллективную ответственность за внутренние векторы и построение, как сказать, вот некоторых структур, простите, я сам себя процитирую, структур солидарности и структур доверия. Это очень важно. Без этого не будет. Никакие цены... Значит, вы привели хорошие аргументы за и против. Конечно, очень мало аргументов за и очень мало аргументов против. По одному это недостаточно. Но вот вы показали, что есть и плюсы, и минусы. Это 3.1 группа. Да, это группа 3.1, совершенно верно. Я бы вам предложил бы еще раз к этому тексту обратиться и попытаться его понять вот с этой совершенно другой точки зрения. С точки зрения того, что человек... Значит, смотрите, мы говорим не про голосование. Потому что процедура голосования существует даже в самом тоталитарном обществе. Мы говорим про выборы, как про отдельный институт, участие которым людей является. А вот дальше ставлю троеточие. Я бы хотел, чтобы вот эту формулу разработали бы вы, чтобы мы бы отчетливо понимать, что это такое. Итак, первую часть я завершил. Теперь очень коротко, поскольку я понимаю, вам надоело меня уже слушать. Хочу подвести некоторый итог. Нам надо сделать с вами следующую процедуру. Сделать двух... Каждая группа... Я прошу вас, чтобы это была опять-таки каждая группа. Ознакомившись с текстами своих собратьев по подгруппе и, может быть, в целом по материалам, каждая группа сделала бы следующую вещь. Нам нужно, чтобы вы придумали две странички вашего заключительного суждения. Полторы из них должны быть сделаны в такой презентационной манере. Это должно быть два-три-четыре рисунка, или же схемы, или какие-то конструкции, которым вы пишете малюсенький комментарий с принципиальным выводом. Не ссылаясь теперь ни на каких авторов, не цитируя Черчилля, или каких-нибудь других там умных, или же более умных, или менее умных там экспертов. Это ничего не нужно. Нам нужно коротко по содержанию. Является ли мультикультурализм вызовом для демократии, или демократия является... Дальше я продолжаю, дальше как вы ее сформулируете. Потому что в логике иноземцева он может не поддерживать эту точку зрения, но он говорит нам, что в логике современного рассуждения мы можем представить себе мультикультурализм как важнейший вызов, ибо демократия привыкла иметь дело с одной политической культурой, а мультикультурализм разбивает общество, у нас становится меньшинство, и у нас вообще исчезают какие-то общие проблемы. И в рамках этого, так сказать, размывания политического пространства политическое сообщество перестает существовать. И зачем нужна демократия, когда лучше тогда нормы взаимодействия между меньшинствами прописывать через право, если вернуться к первому, чем в постоянный раз выводить их на референдумы или прочее. Александр Ильич, я прошу прощения, сейчас я добавлю, потому что я прослушал все, что вы сказали. Что-то я тут перепутал, наверное, в последнем. Да, прослушал все, что вы сказали, тогда получается, что одно другого не отменяет. Существует право, как некоторые единые ценности. Если по мере того, как возникает необходимость принятия какого-то коллегиального решения, существует политический метод, демократия. Если не возникает необходимости, но этот политический метод не применяется. Как только возникает, начинает применяться. Да, правильно. Не является это ответом. Нет, не является. Почему? Потому что каждый вектор, каждый, так сказать, шаг политического развития, он существует благодаря этому методу. И этот метод делает возможным существование самой власти. В противном случае власть перестает быть правовой. Вот о чем идет речь. В противном случае власть перестает быть нужна, если существует мультикультар. Вот такое общество, очень разнородное, где действуют принципы права, и где права регулировать. Если я сейчас отвечу то, что я по этому поводу думаю, зачем тогда люди будут об этом думать? Я высказал свои соображения по этой теме. Я просто хочу еще рассказать. Смотрите, ребят, две странички, полторы странички, очень красиво, схематично сформулированные, сделанные, в виде, допустим, вы можете это сделать, там, один, два, два, три слайдика на страничку. Не размещайте их так много, как вы делали до этого, большими такие. И, если понадобится, малюсики в комментарии, чтобы можно было бы одним взглядом, посмотрев на одну или две страницы, максимум, сразу понять логику вашего рассуждения. И я думаю, что если у вас хватит, это Саша уже с вами спишется, ну, допустим, не надо ограничивать время, но желательно, чтобы до начала Голицынского семинара мы с вами бы успели бы это сделать. И в конце следующей недели, если это получится, уже бы мы могли бы записать Вячеслава Леонидовича Иноземцева с его реакцией на каждого из вас. Значит, если вы пишете очень мало, он не успевает это увидеть, если вы пишете много, он не успевает это прочесть и среагировать, а так перед ним будет лежать, коротень, как карты, разложенный по сеансу из ваших версий, и он высказывает свои суждения по этому поводу. Дорогие знатоки, я благодарю вас за внимание, как говорится, простите, если что не так, вот тут у меня Александр Алексеевич все время меня что-то поправлял, и очень надеюсь, и надеюсь увидеться с вами через три недели. Всего вам доброго и больших успехов. Все остальное вам расскажет, расскажет Шмелеву уже в переписке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!